сегодняшняя тема врачи сегодня думают куда бы в перегруженный детский календарь прививок вставить еще одну от ветряной оспы а родители сомневаются действительно ли она необходима может но и и пусть ребенок сам переболеет чем опасно ветряная оспа ветрянка остается неуправляемой инфекцией за 30 лет в петербурге она стала причиной смерти 18 человек 13 детей и 6 взрослых за первые три месяца этого года уже было выявлено 15705 случаев заболевания ветрянкой для сравнения краснухой прививки от которой давно входит в национальный календарь заболели лишь 8 человек в прошлом году к врачу с ветрянкой обратились 34 189 человек из них 31 тысяча детей до 14 лет кажущаяся простецкой детская болезнь к которой многие относятся несерьезно может протекать с осложнениями у детей и взрослых у 7 процентов развивается менингит энцефалит поражение лицевого нерва возможно появление артрита и пневмонии кроме того переболевших ветрянкой может ждать и рецидив болезни в виде опоясывающего герпеса заболевания вызываемого вирусом варицела зостир тем самым из-за которого развивается ветряная оспа потому что вирус остается в организме и активизируется в благоприятных для него условиях при снижении иммунитета проявляясь опоясывающим лишаем как и чем прививаться особенно сознательные петербуржцы уже и сами готовы сделать прививки от ветрянки как правило это те кого страшные последствия болезни коснулись лично для них существует неоспоримый довод за вакцинацию невозможно предугадать как будет протекать болезнь тяжело или легко так почему не обезопасить себя в каких случаях это следует сделать если вы не можете вспомнить болели ли в детстве и делали ли прививку нужно для начала обратиться в поликлинику к терапевту или иммунологу врач направит вас на сирологическое исследование которое покажет наличие в крови антител если результат отрицательный значит не ветрянки не прививки от нее у вас никогда не было сейчас в россии зарегистрировано только две вакцины от ветрянки однократная акавакас япония и двукратная варилрикс бельгия сделать такую прививку можно только платно стоимость ее по городу в среднем 1500 1700 рублей в зависимости от клиники которая предлагает сделать прививку врач-эпидемиолог городской инфекционной больницы им сп боткина олег парков считает что эффективнее дву и трехкратные прививки раньше считали что однократной вакцинации достаточно но обычно гораздо более стойкие результаты дает двукратная прививка с ревакцинацией так например сейчас делается прививка от краснухи полезная вакцинация может оказаться бесполезной но далеко не все готовы тратить на прививку время надо сходить в прививочный кабинет и деньги к тому же по убеждению многих знакомые болели ветрянкой ни с кем ничего не случилось где в петербурге сделать прививку платно читайте здесь доводы против самостоятельной вакцинации примерно такие во-первых если есть необходимые бесплатные прививки то это раз она платная и не обязательно вовсе да и вообще бесполезная во-вторых всегда существует вероятность как и с любой другой вакциной что она не подействует антитела способные бороться с инфекцией в организме не выработаются в этом случае прививку придется повторить в этом нет ничего страшного но это опять дополнительные траты на которые не все готовы и даже есть вероятность что и при повторной прививке результата тоже не будет правда таких людей которых называют серонегативными всего три процента риск попасть в эти проценты очень мал зато есть стопроцентная вероятность того что привившись вы не только обезопасите себя от осложнений ветрянки но и своих еще не переболевших родственников и окружающих оксана елисеева ставь